Игровой канал Ивана Полиота представляет Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Иван, вы на канале Фолиота Assassin's Creed CityCut, 19-я часть Человек, которого ненавидели все ужасные преступления Начинаем серию именно с этого Да, надо вплотную тоже ими заняться Ибо их много, а частей еще тоже много предстоит Что нужно сделать, чтобы этого добиться? Когда-нибудь мой гений создаст мне подобную славу Мистер Рэймонд, вы это о чем? Это несущественно Важно вот что, этого человека ненавидели многие Но кто нанес удар? Ну что ж, все Это ты кому мне сказал? Яблочки, следы Так, ну я наверняка думаю, что это улики Господи, что-то срубили Преграждение Ограждение, преграждение, господи А здесь, ребятки, пробка, да? Не просочится вам Ну что ж, вот и место преступления Толпа народу стоит прикольно Так, минуты все Оцепили Чувака Пришибло Коробкой какой-то Не коробкой, а контейнером Улица Тело Эштона погибшего Придавило ящиком Но при осмотре был обнаружен ряд других повреждений И аномалии Колотая рана Живую пулевую рана в спину А также Странный зеленоватый оттенок кожи С пожелтением вокруг глаз Осмотр пулевого ранения Показал, что смерть от этой раны Наступило бы через 12 минут Какой-то интересный криминалист Нахрен, Джейкоб Так, теперь надо ящик осмотреть Ну, улика добавлена в журнал Так, осмотреть можно Улик 5 Допросить одного Маршрут пройденный Эштоном Незадолго до Трагедии, грубо говоря Ладно Так, надо еще Ящичек осмотреть, да? Так, нет Тело мы уже осмотрели А как мне нафиг? Ну, переключиться надо как-нибудь, да? Давайте с другой стороны зайдем Опять он тело предлагает смотреть Во, во, во да господи да боже мой то дурость какая-то ну ладно давайте удобно очевидно упал на погибшего сорвавшись с крана случайно ли но я сомневаюсь конечно подстерегали но он уже походу потенциально был мертв к этому моменту аптека час папа час 05 яблоко 109 часто 9 домашние дела час 10 как у тебя все расписано так и теперь можно обвинить преступника разбитые карманные часы с надписью джон эштон остановились в час 17 так но это тоже наверное что-то важное встречи на подариваемых один так вот у нас еще одна область открылась так 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 это мы уже осмотрели давайте дальше доктор честер стоит рядом с потерпевшим ужасный тик его все ненавидели увы что именно его убило не ясно ран на теле несколько нужно арестовать только того кто стал причиной его смерти рану нанесли каким-то узким орудием клиновидной формы хлынула кровь ухудшилась моторика но смерть наступила бы только через шесть минут не раньше тут короче нам математик в помощь для на burgers они Menschen угрожают каким то узким орудиям но смерть наступила бы только через 6 минут не раньше номер подозревая что в организм был введен смертельный такси ну хорошо давайте смотреть то там наверху еще кран с которого упала большой кран механизм управления сложен нужны специальные знания как интересно так кто из вас управлял говнюки краном признавать углища копают в стоп вон там какая-то смотрите-ка писюлька валяется чуть такое строительная площадка листовка собираем пожертвование для человека получившего на работе тяжелую травму руки будем признательны за любую помощь нем но давайте спросим эти рабочий тот еще мерзавец надеюсь он горит в аду я просто рабочий управлять краном не умею мой друг стал калекой на всю жизнь что ну наплевать он заслужил смерти больше ничего не скажу понятно все как рыба об лед молчат на он тут всему хозяин мы его ненавидим он искал любой повод только бы не заплатить но я ненавидел его не больше чем другие в это время у меня есть пары минут чтобы перекусить в тот день я купил себе яблоко сладка дальше по этой улице на нем не просто работать чтобы опустить в нужный момент должна быть рука набита я недавно учил его работать на кране и дед который с поломанной рукой значит возможно вот он уже потенциальный убийца ну во всяком случае это он уронил на него ящик а нет это вот этот эдди это его друг руку чтобы себе повредил поэтому бар балбесу было пофигу жестоко поплатился еще столько народу огорчил вот она вам месть профсоюза рабочего класса откушен только один кусок мякоть внутри странно розового цвета как интересно таковы подруги чем не расскажете каждый день приношу ему список расходов когда он съест яблоко и еще принесла приглашение на церемонию во дворец то где будет особый скипетр конечно он не взял бы меня с собой как у тебя волос резко поменялся ну то я чувствую закалываю волосы спицей забавно так улик всего одна спотыкается его подтолкнули откусывают вырасывает яблоко ведь жена убит волосы закалывает торгует на эту улицу яблоками берет яблоко у еврей то как раз был здесь когда ящик упал так ну что появился у нас еще одна я вижу там даже не одна несколько областей 2 лупки как пошло это не звучало так ну чё побежали по следам значит по его пап и аптека благо все рядышком находится прикольные улицы конечно красиво все так нарисовано все так компактненько так а в пабе даже название у него есть там случайно дикий не тусуется у нас не должен строительная площадка так вышел отсюда спотыкается брызги крови ого смотрите-ка как интересно всего же где-то здесь по подпырнул кто туда конкурент я что на тут ты знаешь да тут эта напись появляется что он конкурент везде любопытная заметка производства на заводе хендрикс остановлена в результате саботажа оборудования на предприятии лоренца хендрикса выведены строя по слухам саботаж организовал один из конкурентов адреса джоном эштоном так вот этот который убитый был еще и тут ведь саботировал что-то тоже мотив его вы были боксера на барабане нет одного патрона так улик 2 так интересно что я прям по нему здесь шмальнули что или может быть когда он вышел отсюда что у него интрижка на стороне живая не знает а подружка у него был зуб на меня все мои машины сломаны огромный ущерб пока он был жив я разорялся сегодня когда он зашел в клуб я подождал пока он закончит разговоры вскоре я заметил что он зашатался и я выстрелил чувак просто вообще сознается можно сказать но не будем торопиться друзья мои так он там можно поговорить с какой-то бабенкой наверное супругой или нет значит они не пожелтели так с этой нельзя а стоили зя наверно он нет так нет я просто потому что лупа раз подсвечена вроде беленьким значит там еще есть хотя нет не подсвечена посерел или нет не подсвечена что-то не пойму почему нельзя было поговорить почему не пожелтел это наверное один из элементов сложности этих ужасных преступлений надо догадываться ну догадываться на самом деле тут особо не о чем надо понять чья именно рука довела его до смерти так что там валяется я вижу на этой узенькой полоски на миникарте называемая область преступление коробочка с лекарством и штаны мне осталось несколько голубых пилюль должно быть он обронил ее по пути пустой флакон от лекарства принимает пилюли выбрасывает коробку в час 03 ведь этот временной отрезок большое значение имеет друзья мои ну ладно давать это улик у нас здесь 3 шкафчик содержит вещества сверлками осторожно для наружного применения первое вещество имеется неватокинок сообщить что через 10 минут после попадания в организм он вызывает хаотичные движения а еще через нас смерть также приводит к пожелтению глаз а вот крайне сильным обезболивающим эффектом второе вещество имеющий цвет ближе к розовому начинает вызывать хаотичные движения уже через две минуты после попадания в организм а по прошествии еще девять минут приводит к смерти кожа при этом становится зеленоватой так но вот эти вот все симптомы у него были нарисованы по ходу и мощи все пилюли там достались, да? А обезболивающее, если оно давало, значит, он не почувствовал ни выстрела, ни укола в свою пузо, да? Так, два улика найдено. Вот третья. Отлично. Что-то написано. Адресовано Томасу Ризу, аптекарю. Том, дорогой мой брат, до меня дошли известия, которые очень меня расстроили в том, что наша семья лишилась фермы, повинен никто иной, как Джон Эштон, твой клиент. Он повел себя в высшей степени достойный, и наши родители теперь обречены жить в нужде. Мы с тобой должны сделать все, что в наших силах, хотя мы оба ограничены порочными обязательствами. Настоятельно или прошу тебя хотя бы прекратить часть тела, вести дела с этим, короче, говноедом, да? Ну ладно, давайте расспрашивать. Мистер Исприн, а неужели на прилавок... Ага, нет, это ему... Ох, какая рожа у неё. У него здесь каждый день. Он часто грубит, но я толком его не знаю. Ну всё? Ладно. Так, вот это вообще даже купить что-то можно. Но пока не до этого. Приходит точно в час и уходит ровно через две минуты. Он принимает лекарства каждый день и предпочитает брать его у меня. Мэри надежная помощница. Насколько я знаю, она абсолютно честна. Сегодня она прибралась и приготовила лекарства, и купила себе яблоко из лотка. Это не ваше дело. Он пришёл ко мне за голубым лекарством и получил его. Что значит не ваше дело? А, врачебная фармацевтическая тайна, что ли, или чё? Красивая у вас аптечка. Да, все-таки классно поработали над интерьерами, а не даже здесь юбики. Ну что, идём в лоток с яблоками. Я уже, кажется, понимаю, кто убийца. Но, на самом деле, пару раз я эту миссию переиграл. Хотелось бы так точно понять. Хотя до сих пор точно и не понял. Так, тётка. Мэри. Девушка из аптеки? Да, дала мне лишних трепений. Принесла какое-то особое яблоко для мистера Эштона. Его-то я ему дала. У Эштона был странный вид. Глаза прям жёлтые. Только-только откусил яблоко и побледнел. Как покойник. Ну а его шпырнули. И шмальнули в него ещё. Так, ну чё? Давайте-ка обвинять. Это жена его, да? Или это тётка всё-таки? Стоп. Аптека ещё что-то там, смотрите, подсветилась. Ещё не всех попросили. Значит, что? Может, её обвинить надо? Ладно, сейчас разберёмся. Блин, эти, считать тут эти, блин, часы, минуты. Да, я попросила торговца дать ему особенное яблоко. Это что, преступление? Он был ужасным человеком. Просто ужасным. Это преступление, да, вообще, дорогая. Обнаглели люди. Так, ну чё? Надо, что называется, пальцем в небо кого-нибудь из них обвинить. Все ему желали смерти. Все, в принципе, сделали действие для того, чтобы человека умертвить. Один стрельнул, второй пырнул, третий уронил, четвёртый отравил. Господи. Как же ты так насолить-то умудрился? Так вот, жену теперь надо допросить. Хорошо. Я узнала о его интрижке с девицей из аптеки. Не в первый раз. И не развестись из-за его влияния в церковных кругах. Значит, ты, подруга, виновата, да? Вынесите обвинение. Вы собрали все необходимые улики для раскрытия преступления и вынесения обвинения. Ну что, подруга? Мне кажется, это ты. Весь город скажет мне спасибо. Ну, так, тетку сейчас, конечно, схватят. Господи, вы там ее так заламываете, как будто. Человек, который не дали все самый верный путь На тот свет Приспевающий предприниматель Джон Эштон убит 5 раз Его ненавидели так сильно, что сразу 5 человек Решили покуситься на его жизнь Конкурент, работник, жена, любовница и аптекарь Его отравили, застрелили, закололи И спустили на него массивный ящик Воистину, тяжелая смерть Генри Рейбонд Ну что, ребятки, я вас поздравляю А теперь настала пора нам заняться Сейчас будет сюжетным квестом Отправляемся Куда? Ну я сейчас перемотаю, конечно же Отправляемся на наш поезд Генри Грин уже тут О, видите, нам уже Комплименты сеструха делает Что по шматью мы уже Во вкусе одеты Это хорошо Давайте послушаем, что нам Набазарят Мистер Индус Резида Прекрасно, не только снаружи Какой ты сомнительный комплимент Послание Верно Господи, я ничего не понял, что они тут сейчас набазарили Но это был просто диалог Это не задание сюжетное было Мы отправляемся на Задание Диккенса Тайны Диккенса и Дарвина Совместные Поверенного Дарвина Надо найти Обалдеть Полторы минуты нам дали Время тикает, катсценка идет Зашибись Доберите задоков раньше бандитов Но это я могу Надо быстрее забраться наверх А я тут могу забраться? Да, могу Отлично Так, давайте-ка Мне нужен экипаж Наверняка сейчас Не, слава богу, мост не пустой Дайте кто-нибудь Вон они едут уже 82 Отдаляются Но они-то, конечно, быстрее А они, видите, они катаются Еще тоже по беспределу Как я Обычно, извини, дружище Но мне нужнее Понеслась Так, быстренько догоняем Обгоняем В принципе, убить их Нам ничто не мешает Но я боюсь, что может сорваться Задание Поэтому не будем рисковать Друзья мои, пока что Доберите задоков раньше бандит Я еще не Вообще какой-то бред Странный произошел Но да ладно Выполнилось и выполнилось Какой-то глюк Тихо-тихо-тихо-тихо О, давай-давай-давай Давай-давай-давай Вылазивалась Господи, ну че ты так инерцируешь-то? Или как правильно сказать Инерцируешь Парни Я первый Что-то они на меня не агрятся даже Ладно, пробегаем Вернуть Блин Ладно, подеремся К Дарвину нужно вернуться в экипаж Сейчас я всех перекрашу, конечно же Оп И штреляет он Штреляет Хорошо сказал Так, мне надо, блин, какой-нибудь даблкил сделать Нет? О, как он улетел красиво И ты тоже лети Всеволодичку булткой А тебе Жоп Не повезло Тух Ну ладно, хоть выжил Так, на экипаж Надо вернуться к Дарвину 300 метров обратно Надо бы, главное Нам Стоп Все выполнено, да Я так иногда буду поглядывать Все-таки выполнена Синкризация или нет Ребятки, так что Не обращайте внимания Что на паузу нажимаю Так Ну что Тут еще, смотрите-ка, стоит Торговец Смертью Пожарное Фуфло нам нафиг не надо А вот на этой, я думаю А, на этой приехали, кстати Как раз-таки Бандюканы В принципе, барабан На каком экипаже Зачем это сделали Синкризация, я не понимаю Но да ладно Летим, летим Красивый какой вечерний Вон он опять Что-то летит Какие-то искры Не искры Это дождь, наверное, может Какой-то Хотя дождя-то вроде нету Дожди, конечно Тут не доработали После бэтменовского дождя Я уже об этом говорил После бэтменовского дождя Аркхамнайт Которого Меня мало что удивит Там было очень круто Все это проработано Там это прям был Своего рода Шик такой Стиль игры Мокрый Вот это Обтекающий О, пошли артефакты Что-то приглючивает Иногда у меня Игрулька Но это не из Моего железа А скорее, наверное Из оптимизации Так, ну там какая-то Шестеренка на мини-карте Ну ладно Хрен с ним Потом заберем По большому счету Мне нафиг не нужно Ну что Мистер Дарвин Вот так вот Ну сейчас Немножечко еще У меня по артефакте Ты прекратит Не обращать внимания Души благодарю вас Спасибо Этот цветок Про ассасина Все же таки Так, ну что Теперь Чарльз Диккенс Джек Прыгун вернулся И снова наводит страх На жителей Лондона О, Джек Прыгун Рекомендую Уровень пятый У меня уже давно Я повторюсь Прокачано Все на максимум Это Хорошо Так Потемнело Хайр меня его радует Джек Прыгун Как интересно Ну ладно Далеко идти Не тронь меня Чудовище А, а, а Там было Так Убить Кого-то он там Насильничает Ну конечно Я не сомневался Господи Какой у тебя Мерзкий голосок Как в жопе Волосок То он Нечист Я черный плащ Селезень Ты меня ждешь Еще, да? Ну я конечно Благодарю Но мне твои форы Не нужны Эй Эй Ох Скотина Не касайтесь земли Чудом просто Сейчас уцелил Блин, я бы уже давно Его поймал Этого говноеда Но приходится бежать Никому не скорыться От моих когтей Никому не скорыться От моих когтей Да Реально Прям черный плащ Я тьма Я смерть Отпусти меня Я тьма Я смерть Ой Поджопник Дымный Ну-ка 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 Дрожок Ах ты гнида На тебе С башки А что-то Он уже легче Намного Прошибается Чем раньше Я помню Когда первый раз Мы с ним Слокнулись Прям тяжело Мне битва С ним далась Ну как тяжело Долго просто Дерганы Вот эти вот Кулачные Бои Мне здесь В этой В этом Ассасине Не очень Боевая система Тихо Увернулся Панеовский Панеовский Хорошо сказал Так Ну ты блин Господи Летим Летим Ты сделаешь Спасибо Слава богу Что он меня ждет Еще Так Дружок Что-то ты меня уже Начинаешь Парить Надо бы тебе Догнать И что-нибудь Отрезать А ты там А он просто Спрыгнул На меня ждет Ну ладно Че Ну-ка Так быстрее получится Чем бегом Сомневаюсь Когда они Вот этой рукой Подталкиваются На тросе Прям вся скорость Нахрен теряется Я надеюсь Ты А ну ведь Да Наверх залез Так На рельсе Побежал Оп Ну Подождали Конечно же Пояс Пока проедет Все нормально Он нас ждет Ему По приколу Вводить Типа нас За нос Да Друзья мои Господин Я уже на тебя Десять раз Могу спрыгнуть Какой-то ты Неудачник Ладно Посмакуем Немножко Сейчас наверняка Все равно На крышу Залезет Оп Так Как раз Он туда Бежит Надеюсь Не на вокзал Можете Можете на вокзал Сюжету Увернулся Вот этого Уже не Увернешься А Я почему По крышам Бегу Мне же касаться Земли Нельзя Вот в чем Вся фишка Он видите Бежал по земле Ему по барабану Все Можно Есть Убейте Джека Ну иди сюда Маска У тебя Смешная Ой Че-то Че-то Вас двое Ладно От одного Избавились Куда? Ишь Ты какой Ууу Он еще Блин Прыжег Веру Умеет Делать Ассасин Что Какой-то Странно Как это Все Происходит Но интересно Надо сказать Извиняюсь За долгую Загрузку Друзья мои Я честно говоря Просто не ожидал Что так Все сейчас Развернется Вот и Чарльз Диккенс Послушаем Благодаря вам Репутация Клуба Привидений Взлетела До небес Мы стали Островком Здравого Смысла В бескрайнем Океане Суеверий Но Одного Настоящего Духа Мы все же Встретили А вы Уверены То-то И оно Можно Предположить Что Духи Которых Мы Видим Всего Лишь Наши Страхи Которые Обретают Плоть Жаль Всегда Хотел Увидеть Призрака Или Гоблина Предлагаю Тост За Клуб И Близнецов Что Помогли Ему Мисс Иви И Мистера Джейкоба За вас По пинточке Усосали Друзья Наши Ну что ж Заканчивается На этом миссии Я вас поздравляю Лондонцы В ужасе Завершено Джек Прыгун Пояс Джека Прыгуна Получил Кстати Хороший Пояс Надо будет Его Применить Перематываю Я сразу На новое Дело Ужасных Преступлений Рассказать Загадочное Убийство На берегу Темзы Кизяк Там Копает Тетка Ох Работа У тебя Тяжелая Ну что ж Начинается Задание И Судя по всему Победение И окружающей Среди Оно Будет Происходить Ночью It's a murder Murder Так Где Вон Вижу Что ж Посмотрим Что там Нашептели Нам Самое Что Я вам Говорил Друзья Мои Что у Меня Слетели Сейвы И вот Где-то С этой Сирии Они Слетели Поэтому Следующие Будут Уже Ити Не в хронологическом Ну Я конечно В хронологическом Так ладно Пофигу Множественный перелом Задействует о том Что он упал С большой высоты Бумаг Позволяющих Сыновить Личность Не обнаружено Потом Пополтаем На эту тему Давайте Средоточимся На выполнении Опасных На Скажем так Расследовании Опасных Преступлений Этих Ужасных Так Болтать пока рано Давайте Улики сперва Оглядим Прошу прощения Пальто из дорогой ткани На прокладке вышло имя Мэтью Киллиан Неужели это наш Наш Трупец Так А в третьей улике Не хрен поймешь Где она лежит Но У меня что-то есть такое подозрение Что она наверху На мосту Так Вон там Что-то Какие-то Смотрите Следы Куда-то Они ведут Костер нам не нужен Берег реки Его что еще Оттащили что ли Сюда Смотрите Что это такое Его тащили Вот это Прикол Следы А След удара Короче Сварился А почему сразу Этот след Нельзя как улику Обозначить Желтым цветом Чтобы мне было Понятнее Так Давайте осмотрим По уголкам Так Ничего нету Значит наверху Действительно Давайте попробуем На мостик Сейчас забраться Можно Залезть Ну Можно так Хоть так Корявенько Через этот самый Но Заберемся Оп Господи Все сложно Конструкция моста Какая-то Корявая Ну ладно Давайте Давайте Хоть так Ну-ка Отлично И О чудо Вон что-то лежит Слишком Низко След удара Слишком Низко Че Слишком Низко Разбитые Серебряные Часы Остановились Останавливались Сразу же После Полуночи Ну давайте Зададим Так внизу Подозреваемый А если я прыгну Расшибу себе Чего-нибудь Не Не дает Ладно Давайте сюда Спрыгнем Как я так упал Интересно Но выглядело Прикольно Ночью Слышу Блеск Ну и выудил Этого малого Там на отмеле Мертвеханек Я тут живу Если это вообще Жизнь Без места Остался Нынче Машины Работают А людей На улицу Такое Теплое Пальто Да на мертвяке Как не взять Я и забрал Пока не Позарился Еще Кто-нибудь Скажем Ты Поезд В полночь 616 Небось Станция Там Дальше По дороге Бомжар Ты борзый Борзыш Еще Успеешь Ладно Поспешим К поезду Вокзал Виктория Это Наверное Все тот же Наш любимый Вокзальчик Да Где мы там Убивали Эрл Пэтуэй Да ведь Да Да Или да Ехать Так Далеко ли Далечь Или Что-то Как-то далеко Ну Хотел я Было Перемотать Этот Переезд Но Высладиться Вечерним Лондоном С горящими Фонарями Пересилило В общем Это все Делал А такая Длинная Кстати Получится Сейчас Это Расследовал Так Так Вот Я Подъезжаю Я Подъезжаю Вокзал Виктория Вот Ну Блин Какой стороны Заехать Лучше Вот эти Вот конечно Все подъезды Изучать Ну я Сами Я думаю Понимаете Что времени Никакого Не хватит Единственное В какой игре Я изучал Вообще Дороги И все Вот эти Подъезды Удобно Это в Мафии В первой Потому что Там не было Миникарты И приходилось Запоминать Как ты И вот Знаете Запомни Я уже Говорил Об этом Тоже Мафия Для меня Первая Это вообще Просто Уникальная Была В свое Время Игра Безнадежно Устаревшая Уже Нынче Конечно У меня Есть прохождение На нее Можете Глянуть Игрушка Очень Интересная Хоть и Старенькая Даже На момент Много Прохождения Она еще Хоть как-то Маломайски Была Актуальна Ибо Тогда Вышла Вторая Мафия Не тогда Прямо В этот момент Ну Посмотрите Кому Интересно Ладно Давайте Мы здесь Сейчас Да Мы здесь Правда Эрл Пет Эрл Или как Это Зволь Давайте По базаре Поезд 616 Вот и Весь Базар А где Поезд Ага Вон Ой Сейчас Придется Нам в поезде Ехать Слушайте Прикольно Вообще Вот С точки Зрения Дизайна Это Преступление Сделано Круто А ну Ка Зайдем Начнем Допрос Самого Дальнего Давайте Начнем Улики Тут Есть Или Просто Да Улики Тоже Есть Сейчас Сперва Улики Найдем А потом Будем Допрашивать Традиционно Долой Крупный Капитал Долой Монархию Революция Единственный Путь Вагон Ресторан Памфлет Какой-то Тут Валяется Понятно Что там У нас Еще Зачтиво В статье Пишут о намерении Кириана Заключить Очень Крупную Сделку Уэльсе Также Упоминается Что Кириан Известен Страстью К Автоматизации Своих Предприятий Его Фотография В газете Очень Напоминает Жертву Понятно Значит Это Кириан Некий Жертва Как мы Быстро На него Вышли И Последнее Снотворное Пузырек Снотворными Пилюлями Наполен Пустой Первый Наш Подозреваемый Давайте Допрашивать Здорово Бородач Так Как-то Камера Не очень Уютно Ездит Питер Его зовут Санкт-Питер Угу Так Ну Больше Спросить Не о чем У него Но Он Какой-то Подозрительный Говна Нет Ладно Питер Значит Да Его зовут Лаунду Какое название Интересное Для Пилюлик Так Что Здесь У нас Ничего понятно так следующая комната у нас будет уже отдельно от этой области расследования да друзья мои давайте смотреть улики улика одна и подозреваемый один что у нас может творится какой-то бумажек смотрите-ка наверняка одна из них нужна я чуть такое ого на крышу что над залезть прикол вот это прикол опять смотрите 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 следы ног тяжелая ножа короче кто-то его сюда заволок это что такое на болте под крышей вагона висит ботинок такой же как у жертвы на болте пошловато как-то звучит привязали чтобы его туда ботинок странно зачем это нужно интересно не пойму я давайте запросим товарища может он что-нибудь видел его ж на рабочий вагон-то этот ты кто я ночью проснулся от какого-то шума на крыше так оттуда кого-то скинули сильный малый видать человека на крышу так просто не затащишь нового это был мистер киллиан да это ж на него я работал я его не видел раньше мы в цехах и в лицо ты его не знали питер да это тот самый первый кого мы допрашивали питер спальная купе давайте допрашивать и здешних так улики есть пистолет письмо читаем письмо тиллиан поэт пользуемся 16 в кардиев чтобы подписать бумаги остановил его любой сной иначе мы погибли и какая интрига вы смотрите-ка ладно понятно давайте посмотрим что там у нас за пестель женский какой-то смотрите-ка похож и вашей диринджер с инкрустации и слоновой кости барабан на два патрона но внутри только один чего еще и подстрелили что на трупе что ран не видел странно помню были там не были рано то здравствуйте дорогой не сидели курили встречи в поезде стало приятным сюрпризом ужасно устал и вернулся сюда чтобы поспать возможно у нас бывали разногласия но у кого их нет когда речь о больших деньгах так еще один ангус вольф то еще один подозреваемый хрен поймешь кто тут у кого мотив такой мистер вольф и мистер киллиан пили вместе а потом та молодая леди к ним подсела мистер вольф ужасно устал хотя выпил всего ничего он ушел спать еще до полуночи а я остался пропустить барменом пару стаканчиков мистер вольф все угощал его они поссорились но тут пришла та девушка и стало ясно что мистер киллиан не прочь познакомиться где-то в половину двенадцатого они ушли я служил мистер вольфа уже несколько лет так интересно еще этого разочек можно допросить давайте четко от нас скрыл гниденыш так только очень сильно говорили могли мог затащить его на крышу да сэм очень силен понятно будем иметь тебя в виду теперь не хоть подруга стоит в платьюшке улики написано в руки приходи в вагон ресторан срочно да 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 просим сумочка давить сумочка внутри письмо как я ловив много рыбы наловила отлично и делится ты себе придумал надо мне такое же подыскать как будешь в сок пропустим бокальчику с любовью твоя сестренка так значит у нее тут смотрите какая она простофилий всяких а бывает я пила вино с двумя господами а затем ушла к себе записочку нашел в полуночи кто-то подсунул записку под дверь моего купе просили прийти в вагон ресторан но там были только райан и слуга вольфа оба пьяны богатенький да я с ним говорила очень милый но одинокой леди нужно быть насторожен с ним что-то случилось ну хорошо я строю глазки богатеньким а барменных угощать я привожу их к себе и они засыпают раньше чем натворят глупостей а на утро дают мне пару фунтов за веселую ночь мистер килян тоже тут уснул но когда я вернулась его уже не было смотрите как вырисовывается все ну что побежали дальше допрашивать он там сколько появилось восклицательных значков для начала вульфа этого ангуса допросим это все обвинять рано да интересные дельцы кто же такой тут у них это хитрая шлюшка бармен ей дурачков подпаивает думаю тут все знают об их проделках так дружок она тут частенько ездит с теми кто побогаче сидит развлекает если понимаете о чем я да я помог вивьям подзаработать кинул им вино таблетку они начали клевать носом какие вы тут все хитрожопает а вы посмотрите надо всю эту вашу честную компанию конечно прикрывать так ну и питер подозрительный самый человек из всех пока что мне кажется что дружок давайте попробуем его обвинить пардон за квадратизм что вы сейчас видите он просто негодяй что заканчивается на этом очередное преступление друзья мои сейчас пройдет очень длинные долгая загрузка как всегда которую я принялся конечно же вырезать но извиняйте меня а то я уже давно записал а редактировать это все дело времени пока не было ну что давайте прочтем что там промышленнику мэтью келлина подпис поцепа снотворного затем бросил вас крышу движущийся будет бывший рабочий с его фабрики питер джесперс лишившись места когда ручный труд на его фабрики заменили машины джесперс был вынужден стать стюардом однажды однако однажды вечером он обнаружил что киллиан едет самым поездом ранее джесперс никогда не видел своего нанимателя газетные заметки знаю что некая мазель вивьин часто едешь из тем же поездом нередко заманивает к себе богатых пассажиров джесперс дождался пока она увидит киллиана в свое купе уведет кинуса потом хитроумно выманил ее саму с помощью анонимной записки затем пустив в ход свою необыкновенную силу стюард поднял бесчувственного магната вытащил на крышу вагона и ровно в полночь сбросил вниз несчастный разбился насмерть курент киллиана энгус вольф пытался подпоить его чтобы промышленник не смог явиться на важную встречу на следующий день однако сам сделался жертвой подсыпанного в бренде снотворного и все проспал что касается убийцы питера джесперс короче нифига не успел прочитать друзья мои давайте-ка закончим эту серию я очень надеюсь что вам все понравилось поставьте большой пачк вверх подписывайтесь на канал с вами был фолиот скоро увидимся всем до новых встреч как всегда большое пока субтитры сделал DimaTorzok